Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Меры предосторожности. На заседании оперативного штаба решили отправить на каникулы учреждения дополнительного образования. Мой дом не крепость. Жители аварийного дома в Чебоксарах мечтают о переселении. Непререкаемый авторитет. Сегодня свой праздник отмечают спортивные наставники. В Чувашии на время осенних каникул кружки и секции приостановят работу. Такое решение приняли сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространению коронавирусной инфекции. Коэффициент распространения COVID-19 в Чувашии чуть больше единицы. Каждый день заболевают в среднем 50-55 человек. В общей сложности с начала пандемии в Чувашии COVID-19 подтвержден у 9782 человек, в том числе у 624 детей. Для доступности КТ приняли решение, что исследование будет проводиться в Центральной городской больнице круглосуточно. Днем для амбулаторных пациентов, вечером и ночью для тех, кого доставит скорая. Сейчас в республике развернуто 2015 коек в стационарах клиники Северная, Второй городской, Научебоксарской городской и Вурнарской центральной больниц. Руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская подчеркнула, что за неделю заболел 351 человек. Большинство возрастной категории 50 и старше. Коронавирус выявлен в четырех детских садах, восьми школах и двух СУЗах. В каждом образовательном учреждении зарегистрировано по одному случаю заболевание. Все инфицированные, по данному Луговской, заразились после контакта с больным, семьей или близком окружении. Сентр гигиени и эпидемиологии также проводят лабораторные обследования на ковид с объектов окружающей среды. Так, всего исследованы 551 проба, смывы 90 в медицинских организациях, 90 в розничной торговле, 70 смывов в транспорте, в общественном транспорте, 28 сточных вод исследовано. Также по эпидемиология показаниями, 270 рубробы, смывы были в очагах исследованы. Все результаты отрицательные. С понедельника школьники уходят на каникулы. Временно прекратить деятельность должны учреждения профессионального и дополнительного образования. Эта мера может поспособствовать снижению распространения коронавируса в республике. Работа во всех учреждениях дополнительных образования, в домах культуры, в школах, спортивные секции, кружки приостановлены на время каникулы, чтобы дети с родителями в течение этой недели не создавать точки притяжения. И рекомендуем родителям и детям минимально пользоваться общественным транспортом, минимально ходить на мероприятия. Мы рекомендуем всем организациям максимально перевести людей на удаленную форму. Таким образом, это тоже синхронизация, когда люди, взрослые, больше дома будут находиться, пусть удаленно работая, при этом какой-то присмотр за детьми. Роспотребнадзор также рекомендовал перевести на удаленную работу всех сотрудников старше 65 лет, если это возможно сделать технически. В республике также будет продолжена работа мобильных групп по проверке масочного режима в торговых центрах и на транспорте. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. После прошедшего голосования 13 сентября, когда жители республики избрали и местные собрания депутатов, в муниципалитетах предстоит определиться и с исполнительной властью. Так, на этой неделе завершились конкурсы на глав администрации в шести районах. Между тем, в Чувашии все чаще звучат предложения о смене системы управления. В частности, о совмещении обязанностей главы муниципалитета и главы администрации. Насколько это возможно и целесообразно, мы поговорили с исполнительным директором Совета муниципальных образований Станиславом Николаевым. Сейчас в муниципалитетах Чувашии так называемая двуглавая система. Есть глава города или района, который избирается из состава местного собрания депутатов. И есть глава администрации, которая выигрывает конкурс на эту должность. При такой системе полномочия между главами разделены. Так, глава города или мэр отвечает за соблюдение законодательства и руководит работой депутатов. Глава администрации или сети-менеджер отвечает за работу муниципального хозяйства, выполняя, так сказать, конкретные задачи. Эксперты отмечают, что сложилась неоднозначная ситуация. Глава района, кто сегодня на практике, высшее должностное лицо, кто непосредственно, если мы пойдем, это или директор школы, или руководитель там какой-нибудь предприятия, сельхозпредприятия, или это, во-первых, он выполняет всю работу на общественных началах. Всю работу практически по работе собраний депутатов, это точно так же районная администрация, аппарат районной администрации работает, то есть получается лицо, которое, ну, опосредственно, он все равно работает под руководством, наверное, администрации районов. То есть вот такая ситуация, она была очень даже во многих случаях непонятна. Сейчас все чаще начинают говорить о возврате к системе, когда и глава администрации, и глава района один и тот же человек. Например, в Нижегородской области, Красноярском крае, Тюмени и еще в более 30 субъектах уже пошли по этому пути. Конечно, при одноглавой системе перед руководством муниципалитетов будут стоять новые, сложные задачи. При этом ожидаемо повысится скорость принятия решений и эффективность взаимодействия правительства региона и муниципальной власти. Конечно, при возврате к одноглавой системе возможен и возврат к всенародным выборам. Прежняя система, когда должность главы района и главы администрации, она была в одном лице, она проходила через муниципальные выборы. То есть народ непосредственно принимал участие в выборах. Это позволяло конкурентность этих проводимых выборах. Это позволяло иметь определенную программу развития района. В ходе выборной кампании формировалась команда. То есть и ответственность, безусловно, тех, кто выбирался по этой системе, он был не только перед депутатами, скажем, не только перед Чувашской республикой, но и, конечно, в первую очередь мы всегда имели в виду, что за нами наши избиратели. И поэтому ответственность эта колоссальная. Руководить муниципалитетом должен опытный управленец со своим планом действий и своей командой. Такого человека нужно избирать всенародно. Станислав Николаев отметил, в Чувашии на прошедших в сентябре выборах для всех кандидатов были созданы условия для равной борьбы, без использования грязных технологий. И этот опыт поможет при возврате к системе, когда будут выбирать руководителя муниципалитета, наделенного и законодательной, и исполнительной властью. В Чувашской республике больше 70% федеральных льготников в следующем году вместо набора социальных услуг получат денежные выплаты. До 1 октября принято больше 5000 заявлений об отказе от полного соцпакета, либо от его отдельных частей. На возобновление предоставления бесплатных лекарств и социальных услуг поступило около 500 заявлений. Стоимость полного соцпакета, включающего лекарственную, санаторно-курортную и транспортную части, в настоящее время составляет около 1000 рублей в месяц. Всего в Чувашии проживают около 100 тысяч федеральных льготников. И 75% из них в следующем году будут получать денежные выплаты взамен набора социальных услуг. Жители аварийного дома по улице Гражданская 71 уже не первый год не хотят возвращаться домой. Вместо уюта и тепла в квартирах разруха и холод. Как выйти из трудной ситуации, разбиралась наша съемочная группа. Дом рушится на глазах просто вот. Дом из фильма ужасов. Так называют свое жилище владельцы квартир. Он был построен в 1956 году. Помимо того, что дом морально и физически устарел, здесь в 2014 году произошел пожар. Однако никаких попыток ремонта за этим не последовало. Дом больше пяти лет не сможет выстоять, так как он рушится у нас. Крыша гнилая, стены текут. То есть живем мы в полуподвальном у нас этажах, первые этажи живут. То есть фундамент у нас разрушен. Рядом с домом у нас тополя находятся. То есть корни уже проникли по квартирам. Как можно жить в таких условиях? Дом пошла, уже пошла, трещина уже. От плинтуса вообще отходит дом. Стена отходит от плинтуса. А полы ходят ходуном вообще тут. Вон, все ходуном ходит. В доме очень сыро. Стены холодные. Потолок в трещинах. Опасно спать. Ночью машины ходят большие. Большие. И дом дрожит. Я жить здесь просто не могу. Во-первых, из-за крыши, ну с крыши, то что она вся гнилая. Дерево гниет, дает свой запах. Вонь стоит невыносимая в квартире. Она вся в квартире. Это во-первых. Во-вторых, дом весь дырявый. Отапливаем мы по сути улицу. Потому что дома тепла нет. У меня ребенок постоянно болеет. Ждать помощи уже невозможно. Приходится ремонтировать помещение своими руками. Всего несколько лет назад в дом сами жильцы установили канализацию. До этого все удобства находились на улице. Олег Зайков купил квартиру в 2013 году и очень удивился, обнаружив при ремонте проросший красный грибок. Добрался со стен. Начал разбираться со стеной. Еще сильно удивился. Раствора в доме как такового не существовало. Вся кладка была сделана на глине. Как будто собирали печку. Еще одной серьезной проблемой оказалась просадка дома. За 60 лет фундамент просел на 30 сантиметров. Владельцы квартир на первом этаже живут ниже уровня дороги. Два раза дом признавали ветхим, а в 2019 его признали аварийным. Однако переселение все никак не состоится. Многоквартирный жилой дом по гражданской 71 признан аварийным в июне месяце 2019 года. По тем домам, которые признаны после 1 января 2017 года, они еще в программу переселения граждан не попали. Сегодня мы надеемся, что данный вопрос на уровне правительства Российской Федерации будет решен. И до 2025 года мы сможем переселить жильцов с аварийных домов, которые признаны после 1 января 2017 года. До этого времени по решению администрации города, до момента сноса жилого дома, управляющая компания обязана производить поддерживающие ремонтные работы и не допускать разрушения отдельных элементов здания. Однако этого не происходит. Директор ООО «Азон» Николай Иванов от комментариев и вовсе отказался. Вопрос остается открытым. Жильцы дома в связи с невыполнением поручений имеют право обратиться в прокуратуру. Ольга Семенова, Георгий Кривошейн, Республика. 25 октября в России отметили День работника кабельной промышленности. В Чувашии производители этой стратегически важной продукции поздравил глава Республики Олег Николаев. Электроснабжение жилых домов и предприятий, магистральная и телефонная связь и транспорт. Мало кто задумывался, но все это не может работать без кабелей. Надежных и современных, какие делают у нас Чувашии. Современные подходы, которые реализовываются в процессе решения задачи повышения производительности труда, позволяют организовать, казалось бы, уже привычные работы иным образом. И тем самым устранить совершенно ненужные лишние процессы, которые зачастую изнуряют человека. Здесь работают профессионалы своего дела. Но для того, чтобы стать квалифицированным работником, необходимо пройти обучение. В этом молодым людям может помочь Чебоксарский электромеханический колледж. На базе образовательного учреждения открылась фабрика процессов. Это учебная производственная площадка, на которой участники могут получить практический опыт применения инструментов бережливого производства. Условия максимально приближены к реальным. Сюда мы приехали для того, чтобы повысить свою квалификацию и, соответственно, намного улучшить производство на нашем предприятии. Соответственно, получится качество, производительность. Обучаться здесь могут как студенты, так и те, кто работает в этой сфере не первый год. Предприятия, участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» проходят обучение бесплатно. Задача фабрики процессов – изменить поведение сотрудников, сделать их активными участниками внедрения инструментов бережливого производства. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев, Республика. На заседании Совета по развитию добровольчества при главе Чувашии ректоры ведущих вузов Республики рассказали о внедрении программ развития студенческого добровольчества и работе волонтерских корпусов. С прошлого года Чувашский государственный университет имени Ульянова вошел в программу развития студенческого волонтерства «Свои», которая реализуется Ассоциацией волонтерских центров России в соответствии с национальным проектом образования и концепцией развития добровольчества до 2025 года. В первом полугодии дисциплину, связанную с организацией добровольческой деятельности, начали изучать студенты первого курса экономического факультета. Всего самостоятельной работой предусмотрено 72 часа. Занятия организованы в виде лекционных практических занятий, как в очной форме, так и в этом году, к сожалению, в дистанционной форме. Подобную программу намерены внедрить и в Чувашском государственном аграрном университете. Сейчас в его волонтерский корпус входит более 150 студентов. Во время весенней волны пандемии добровольцы университета приняли активное участие в формировании продовольственных наборов, доставки продуктов для тех, кто вынужденно находился дома. Всего в самый сложный период к акции «Мы вместе» присоединились более полутора тысяч волонтеров со всех уголков республики. После пандемии акция «Мы вместе» получит свое продолжение в реализации нескольких проектов. Это и помощь ветеранам Великой Отечественной войны, и оказание психологической поддержки нуждающимся, и помощь населению в чрезвычайных ситуациях. Глава Чуваши Олег Николаев поблагодарил всех, кто включился в движение «Перле» и до сих пор остается на связи с теми, кто нуждается в помощи. Ульяна Пятакова, Семен Антонов, Республика. Сегодня свой праздник отмечают спортивные наставники. В Ледовом дворце Чебоксара-арена состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню тренера. Мои коллеги познакомились с Геннадием Ивановым, наставником тяжелоатлетов Республики. Заслуженный тренер страны Геннадий Иванов является президентом Федерации тяжелой атлетики Чувашии. На торжественном мероприятии его наградили за подготовку спортивного резерва Республики. Геннадий Геннадьевич воспитывает ведущих спортсменов Чувашии, которые защищают честь страны на международных стартах, чемпионатах Европы и мира. Вот уже 25 лет. 25 лет это не только президентская работа, общественная, но и эти же годы я посвящал именно тренером, зальным тренером. Работал все эти годы и набирал опыта, чего не было после схождения, скажем, с помоста. Ведь сам я тоже ранее выступал в этом виде спорта. И когда-то выигрывал и первенство СССР. Подопечные гордятся своим наставником, ведь для спортсмена тренер, как учитель для ученика, становится образцом для подражания и пользуется непререкаемым авторитетом. Можно с уверенностью сказать, что Геннадий Геннадьевич один из лучших тренеров вообще в России, да и мне кажется, не только в России, так как именно с помощью него я достигла таких результатов, таких высот. Он воспитал на самом деле очень много достойных спортсменов, ну и спортсменов. Ульяна Питакова, Александр Отяков, Сергей Копеев, Республика. Долгожданные позывные национального радио Чувашии и Тыван радио услышали жители Яльчикского района. Национальные радиостанции начали вещание благодаря установке радиопередатчиков в селе Большие Яльчики. Это позволит поймать волну национального радио Чувашии не только на территории этого муниципалитета, но и Комсомольского и Батревского районов. Достаточно настроить радиоприемники на частоту 100,8 фм. Тыван радио Яльчиксы могут услышать на частоте 98,7 фм. В данный момент уже 95% республики охвачено национальным радиовещанием. До конца года новые передатчики начнут работать в Маргаушском, Янтиковском и Мариинско-Пасадском районах. Сохранить для потомков искусство чувашской вышивки. Что может быть важнее этой цели? И хотя праздником будет считаться 26 ноября, уже сейчас многие культурные события проходят под этим девизом. С 1 по 29 ноября этого года в Чувашской республике пройдет народная акция «Сурбан Перле». Идея заключается в том, чтобы силами мастеров вышивки из районов и городов республики создать сурбан и продемонстрировать мастерство чувашских вышивальщиц. Каждый район республики вышьет два полотна. На оба конца сурбана, а в центре на белом полотне будет располагаться вышитый логотип перле. Все вышитые фрагменты будут соединены в единое полотно. Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца открыл 97-й творческий сезон. Судьба чувашского народа, как жизнь и колесо кружась, ведет вперед нас год от года, чтобы ведь история взвелась. Зрителям представили премьеру театрализованной концертной программы «Круг жизни». Она посвящена столетию образования Чувашской автономной области и реализовалась на грант руководителя региона. В основе сюжета – экскурсия по историческим событиям чувашского народа через художественные номера, театрализованные связки и видеозарисовки. Проект олицетворяет собой все выдающиеся достижения, которых добился чувашский народ. Концерт прошел с соблюдением социальной дистанции и обязательным применением средств индивидуальной защиты. Ищу работу. Выражение хоть и не крылатое, но уже твердо вошедшее в нашу жизнь. Впрочем, кто ищет, тот всегда найдет. В этом на помощь приходит служба занятости Чувашии. В столице прошла ярмарка вакансий для молодых специалистов и выпускников этого года. Подробнее об этом прямо сейчас, а я желаю вам хороших выходных. До свидания. Ярмарка вакансий – одна из наиболее эффективных форм работы службы занятости. Она помогает одним найти работу, а другим подобрать сотрудников. Тем самым снижается напряженность на рынке труда. Мы надеемся, что все выпускники будут трудоустроены. И со всем большим желанием мы хотим помочь этому. Планируем организовывать для выпускников ярмарки вакансий ежемесячно. Здесь нет случайных участников. Все стороны заинтересованы в решении своих профессиональных задач. Вакансии представили 11 предприятий. Конечно же, в первую очередь для нас это возможность привлечь к нам молодых амбициозных специалистов. Эффективность таких встреч трудно переоценить. Ведь принимать участие в таких ярмарках могут все желающие. Независимо от того, состоят они на учете в качестве безработных или нет. Соискатели получили возможность выбрать работодателя, задать интересующие вопросы и предоставить свое резюме. Всего в ярмарке участвовали 54 человека. Почти 70% из них получили направление на работу. Я сюда шла с намерением найти какую-нибудь работу. И вот меня в одной из компаний пригласили уже на собеседование. Так что я сюда не зря пришла. А тем, кто так и не смог определиться с местом работы, на помощь пришли представители регионального оператора WorldSkills Россия. Они рассказали, как обучиться на востребованную профессию. И пройти по окончанию учебы стажировку у надежного работодателя с перспективой будущего трудоустройства. Обучение можно пройти по 35 востребованным компетенциям. Обучение у нас проводится в 15 центрах обучения. Данная программа впервые реализовывается. И обучение абсолютно бесплатное за счет средств федерального бюджета. Учиться можно очно, очно-заочно или дистанционно. Каждому, кто пройдет обучение, вручат Skills Passport с профилем полученных компетенций и документ о квалификации. Инесса Потапова, Георгий Кривошейн, Сергей Копеев, Республика.